завтрак подан ребятки здравствуйте маленькая зарисовочка ролевые игры брата сестрой она моя двоюродная сестра ребят всем огромное здравствуйте у нас сегодня не то чтобы новый формат да вы уже достали этими новыми форматами у нас формат старый просто идея поменялась будем искать что-то годное на завтраке конкретно на завтраке ой спасибо огромное мой видеоблогерский пульт которым скоро буду пользоваться в краснодаре этот контент я пока не знаю где буду выпускать но точно не на этом канале потому что там будет пьянки гулянки диска и панки с нами девчонки растаманки так ладно я я обсуждать это с тобой не хочу короче давайте так фишка в чем мы с натальей подкинули даже привет ребят всем привет мы подкинули с натах и монетку на выпуск который хотим сделать я был всей душой и телом за тематику глазированных сырков она была за тему намазок она ведь потому что это актуально для меня и мне кажется многим было бы интересно потому что это упрощает жизнь если особенно это вкусно и недорого выиграла она но я хочу сказать если вдруг вы меня поддержите давайте наколбасим 15 тысяч лайков я пойму что глазированные сырки это идти я хотел взять типа штук 9 их ну прикольная на завтрак иногда себе беру это действительно удобно мне кажется не короче ребята если вдруг тема заходит и для вас этот видеоролик окажется просто приятным вам кайфово было сегодня посидеть либо что-то интересное увидите может быть себе взять на заметку поставьте палец вверх дизлайк тоже приветствуется мы с вами нормальные ребята я не пушистый зайчик который должен всем нравится поехали употреблять будем к чай я чего хотел сказать сегодня будет в середине вставка небольшая по сериалам можете ее промотать на таймлайне она есть хочется поговорить сегодня на минут на дохрена потому что эмоции очень много по сериалу банши спасибо огромное кто посоветовал идеологию немножко объяснить как и паша наташка родила этот формат отчасти как ты это все видишь ну я вижу смысле намазать это на булку мне можно нож какой-то или может быть чем-то ковырец а короче все я тебя понял это что-то типа паштета это какая-то кремная а это какая-то сырная все я просто не не мог никак до петрить в каком ключе ты за и таких будет 7 9 до получается ну в общем это три с это три а намазки давайте начнем с паштетной составляющей вот она как будто бы с какой-то морковочкой очень мягкая не мус патте если вы понимаете о чем я очень приятный паштетный аромат данный паштет честно говоря мне не очень понравился связано это с тем что он немного горчит мне не нравятся паштеты которые крупинистые ну уж ребятоньки но у всех огромное производство я думаю что купить хороший блендер как бы самураи обычно называем наш с тобой той ой у нас да у нас цунами тайфун все на свете шторм да 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 короче нету ощущения вот этого знаете пушистости паштетный причем бывают версии без пушистости но они вкусные и вы знаете что самое тесто доходить типа знаете как в тартар сделали эту морковку но в профиле вкуса ярко чувствуется что там просто морковное пюре замешанное ну типа это может быть из-за удешевления в целом это съедобно но я вам честно скажу паштеты типа а-ля хам и вот эти консервированные в разы вкуснее чем представитель который был здесь я все пробую под и потом выставляешь да я все правильно логику так едем дальше это у нас а ты можешь презентовать товар или нет ну рыбная с чем или я буду догадываться да то есть скорее всего ну давай давай я буду давай очень мягкая муссовая эта штука чаще всего делается это у нас электрон еще ведь вы не думайте и если дождь начнется мы на локацию поменяем я что чувствовать да это майонезная да конечно как всегда люди в комментариях напишут что это никто не берет ребята это все берут вот даже я иногда вот честно заезжаю вот хочется вот такого я всегда говорю говнеца в тетерии да но я это утрирую это нормальный продукт возможно просто в нем много калорий с утра но вот это все да очень яркого какого-то запаха нет здесь или без бахил будет это достаточно стандартная сейчас тема называются они я не помню как типа мусс с морепродуктами будем честны это просто очень грамотный легкий майонез в соединении может быть с чем если со сливками кстати мы на сливках делали мазик очень вкусно получается вот такая нежнятину ее можно сделать что приятно попадаются мелкие мелкие кусочки креветки это не королевская креветка разумеет это может быть маленькая но ничего страшного там нет этим чем меньше креветка тем больше вкуса что не работает наверно с другими с тобой то что вы тоже не работают при всем при этом чувствуется кальмарная составляющая и знаешь что мне нравится при том что я всегда пью чай всегда пью без сахара не люблю сахара вот с какого-то времени прям вот совсем никак и вот это очень дополняет потому что паста вот это достаточно сладкая она все в каком-то балансе но она сладкая может быть из-за того что это морепродукты секрет касается белок сливки да опять же в целом очень понравилось я бы сто процентов второй раз взял едем дальше это у нас сырная история сути ну здесь как будто какие-то специи нами это творожный сыр конечно же да может быть какие-то вяленые томаты здесь даже есть не ну-ка гадать на кофейной гуще я конечно не буду очень приятное послевкусие после последнего да такое помнишь мы когда делали первый этот выпуск два года назад там была такая травянистика а потом после этого поехали в поход ребята я еле доехал запах неплох отчетливо чувствуется вкус розмарина его здесь с большим перебором и во вкусе и понимаете дело в том что когда доходит твой зубок твой зуб доходит до сухой специи она ломается и дает небольшую горечь при всем при этом есть ощущение не каких-то может маринованных огурцов там есть маринован огурцы или а что там еще оливки может быть они дали привкус не мой вкус но на бутерброде не мой вкус если представить да ну согласись например знаешь ты делаешь лаваш очень вкусно но ты плавленый сыр берешь я бы не стал вот этот туда брать нафиг химичить ничего не надо есть простые какие-то каноны которые вкусные можно это добавить просто так туда без розмарина ним не понял к чему здесь розмарин рыбку положить наверно да на бутерброд это конечно не выкинутые деньги то творог или творог как у вас говорят и точно не знаю не проверял но все таки качественный очень хороший ингредиент но вот эта основа которая легла туда мне не понравилось я бы именно этот вкус второй раз точно бы не купил это у нас ну я понял егорьевская не помню хвалили моих нет по моему хвалили как-то да ребята я не этот имел ввиду этот с птичьей печенью там был говяжий и у него вытянутая коробочка этот егорьевский я не пробовал а может быть что-то случилось да ну я же мы у нас качество скачет знаете сегодня не попадется тебе бахил в колбаске а зато попадется как тут больше работы не но это но это но это теперь бахильные мои герои ребята если никто не смотрел ну реально но это вообще я просто на первых эмоциях в телеге записал пост такой ну просто мне же как бы я странно себя чувствуешь как будто мы туда сами этот пакет запихнули ну в общем да и горе ски в целом норм но мне этот конкретно паштет не нравится я бы его второй раз не купил ставим сюда вот это интересная штука что это крем лама и сливочная паста из морепродуктов балтийский берег делает балтийский берег делает балтийский берег это хорошо балтийский берег одна из самых вкусных а нет путаю не балтийский русское русское море мне нам очень нравится имитация икры офигенское слушайте я вам честно скажу я порой заезжаю сейчас вот из-за этих наших опытов и покупаю типа она не калорийная обмануться можно а если его сверху на какие-нибудь знаешь там приколюхи я левешку здесь заезжал во вкус вели брал очень хотелось она вкусная и короче сверху бафнул этой самой офигенской с яйцом вообще пушка еще майонеза туда и в школу не пойдем неплохо балтийский берег ок берем нормально я со своей стороны говорю берем да может быть кому то не нравится если нравится майонез в такой интерпретации то в принципе да творожный сыр оливки розмарин это делает виола она же в прошлом валю они сейчас просто решили каким-то образом остаться в россии и поменяли свой бренд на виола насколько я понял просто раньше виола было это исключительно плавленый сыр ты же помнишь да нет они не расширились они просто не хотят покидать рынок сбыта и но это экономика я как бы не буду не могу не могу провальная штука мне тоже не понравилась приду при всем при том что база неплохо сделано а нанесено все как-то так вообще данный паштет выглядит как будто бы как рубленый фарш какой-то знаете вот это вообще как желешка да он и не нам а то есть он такой густой да получается не люблю густой паштет он типа знаешь мне напоминает вот это вот сейчас я посмотрю как на бутербродике это выглядит как этот тушняк но он и пахнет тушняком для кошек ну я кушняк я понял я еще тот котик смело могу сказать что ровно так как это выглядит так это и по вкусу ничего противного нет это отдает мясом это прям не слышали что это в составе это утка или это свинина да или что это кабан ничего себе когда я слышу что-то экзотическое я сразу такой уху боже только бы не жри чё далее со звуки вкусов до михалыча до михалыча уже нет там я надеюсь не по нашей вине но я надеюсь что по нашей вине потому что такое извините фуфло продавать за такие бабосы я не я не да я не помню говорили мы нет на самом деле с ребятами связались с озона с нами связались ребята и сказали что мы что-то предпримем но вы же помните что там было господа по ощущению это просто обычный тушенка типа ты говоришь и из этого да ничего соли нет от слова совсем перемолото она все очень крупно это больше это прям нужно стараться чтобы намазать это опять не про воздушность история я второй раз точно бы это не купил это у нас на маска вот это вот уже как то вот вы знаете как будто бы здесь прямо рыба а это не кости ли кстати видите да чем я говорю ну а такая мягкая она вот это больше напоминает такую рубленую рыбу сэр начал на я попробую понюхать просто мне кажется какой-то запах агрессивный для утра о данном продукте говорить долго мы не будем потому что у меня чуть не случилось ария рогалетта потому что это невозможно это кисло это немного может они так вкус состыковали до кого-то огурцового какой-то я проезжаю все это треска с огурцом может быть я не из то есть надо быть с этом чтобы понимать такие величайшие вкусы но у меня это отдает вот этой какой-то кислинкой мне кажется что он начал уже как будто бы подходить такие продукты я обычно честно не ем может быть это как бы новая интерпретация сюр стрюминга сегодня тогда в принципе вопросов нет честно вам скажу ребята я бы второй раз это не купил и даже первый раз я бы это не купил ну блин у тебя нет ощущения во рту даже после как ты съел это хочется все смыть дальше у нас идет сыр здесь мы с вами видим вкрапления уже идут тоже каких-то специй очень похожи на предыдущего представителя который называется у нас виола он же вали в прошлом ой вот это очень приятный аромат самое время переобуться потому что на наши кто не переобувается то что ребятки родные приятного аппетита я как всегда блин все забыл короче офигенно основа все настроение хорошее поэтому я такой импульсивно это не значит что мы в петербурге а тут знаете вот эти все миксы вот это все мы этим не занимаемся мы нормальные ребята так вот база гораздо лучше чем у виолы очень приятные специи орегано базилик и здесь тоже чувствуется розмарин ты почувствовал но он вот чуть-чуть на оттеночном подводка ну типа поработали да как будто бархатный бархатный как знаешь типа знаете вот бархатное пиво есть вот такое вот ну ладно я все на алкоголь перевожу давайте без этого она просто сглаживать и основа она прям вот такая нежно текстурно кремовая туль да очень 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 прикольно прикольно когда творог бьют ну давай а ну это понятно это президент ты рэпер что ли так это президент прованскими травами орегано чувствуется вот это классно я заверяю вас это будет самое дорогое сегодня что здесь есть дальше это кабан который а это где взяла во вкус или фига я думал во вкус веку но это сегодня идет ребята со вкус вилла если смотрите нас ну давайте спасибо за обзор прикольно что вам не понравилось давайте показываете от отрицательно ну кстати удивительно потому что здесь нету бренда сука я как дурак просто и такие сейчас в офисе сетки опять задать чушню свою начал нести ладно дело в том что здесь не написано что это вкус вилл но натаха говорит что взяла там вкус своеобразный там есть гораздо больше всего прикольного это немножечко вот ну как бы это съедобно но это надо чуть-чуть бы доделать ну соль и до соли ну перчика ну будь что нибудь ребят очень голо очень голо где там яблоки у меня скажите я бы кто я тоже яблок не почувствовал так и последнее это у нас сюр стрёминг океан паштеты стрески с огурцом непримечательная баночка ничего об этих ребятах океан не знаю знаю мы как-то покупали красную рыбу и выкинули ее помнишь мы делали с тобой для нарезки короче она в такой белой упаковке мышь помнишь мы выкинули эту рыбу она воняла ребята так это был просто адский ад мы загубили в итоге рецепт поехали в ленту и поменяли на меридиан или на что-то и было норм на что поменяли нет она пахла океаном она пахла ну мертвым океаном скорее всего да очень невкусно прям вот от слова совсем идет сюда слушайте пока две позиции но про ой слушай а здесь получится с какой-то один сет в итоге скорее всего да ребята по поводу банши банши перемотайте пожалуйста я вас очень прошу надо пообщаться с вами я вас во первых я огромное спасибо всем кто советовал включая наталью я посмотрел у меня есть пару вопросов и пару минусов как вы вообще вот такие пришли вам кто-то посоветовал сериал вы такие ну типа приготовлю себе макарошек вечером тушничка открою перед телеком садитесь такие смотрите сериал ну там же такое количество секса и девочки красиво все я на какой-то момент такой думаю слушай ну как бы уже есть и не хочется и уже мне по мне нравится девушки с небольшой грудью ну типа второй третий размер это нормальных и они просто их не носят ну наташи это дискриминация сисечная в тебе сейчас работает знаешь когда у меня там сотни в этом короче я могу сказать от себя только одно увлекательнейший сериал два с половиной сезона посмотрел точно могу сказать какие эмоции были странно не знаю почему как у вас первое это вчера с наташкой делился фаргу вот почему-то не то что это похожие сериала а просто какой-то вот это вот тебя тянет и ты хочешь посмотреть что дальше и декстер вот у меня вызывал такое ощущение хотя там ничего не связано вот максимально крутецки сделаны драки я не любитель джесса мастет хама я только люблю его великие цитаты но вы все их знаете очень круто поставленные драки в формате сериала до повесточки какие-то разумеется там присутствуют но все это сглаживается очень здорово снято классно актер играет который снимался в пацанах честно вам скажу сейчас наташкой просто чуть ли не подрались максимально мне напоминает петрова александра петрова иванова и сидора нет да еще фильм кстати бы если что посмотрите иванова в гриппе но даже ничего говорить вам не буду это надо два раза посмотреть в жизни а у петрова вот здесь будет написано кто там это это арт-хаус жесткий но я просто хочу чтобы вы посмотрели и поняли что такое тоже снимают там очень много крутых актеров честно вам скажу за банш и респект посмотрите никаких детей там не должно быть с вами сидеть потому что там реально эротические сцены очень все красиво поцелуи вот это вот все брину какие-то паштеты все странные да вот этот как будто с какой-то красненькой может паприка но вот это максимально максимально грубенький уже смотри-ка она с укропом что ли чем-то зеленым здесь или что это такое это бахилы зеленые да нет вроде они вы знаете аромат приятный по поводу данного паштета наташа сполирнул что там присутствует бекон он действительно здесь есть мне кажется что вот эта беконность то здесь она соизмерима знаете с чем ты сейчас поймешь меня вот прям стопудово если нет то ты мне больше не сестра короче сухарики со вкусом шашлыка и вот со вкусом типа знаешь на гриле что-то вот это знаешь как будто нет нитритная соль вот с чем-то таким чуть-чуть вот чуть-чуть шашлычный вкус присутствует если вы пробовали вы поймете но почему-то это мне нравится если выбирать из того что есть это сегодня действительно лучше кусочки крупинки ним небольшие есть но здесь почему-то чувствуется очень мясная составляющая и специи и соли и всего в меру я это поставил бы сюда но именно исходя из того что здесь сегодня есть а где здесь рыбная то что а вот наверно так давайте на ощупь ну наверное вот это у нас рыбная нежная крошится в целом мне нравится уже я тоже могу слагать стихи о как я сказал да это максимально пахнет икрой знаешь мы раньше что вы покупали балтийский берег кстати тоже был такая икра в майонезе минтая минтайская да умой в мойше мойше я всем называл приятный аромат вопросов данному продукту нет такое бы с утреца съесть два бутербродика в легкую единственное за что нравится подсушить булочку немножко один вопрос ты в этом нашел камчатский краб а там камчатский именно был краб можно прописку посмотреть я чё-то не доверяю реально краб был там нет ощущение может быть каких-то морепродуктов есть мне очень нравится этот рискажа да или нет а и когда вот они вот они и есть ощущение этой и користость то что мы брали с тобой это вот очень похоже слушайте прикольно вот прям вот действительно не заезжено соли в меру сладость присутствует как в кремлянная вот но при всем при этом все в тему меньше сладости чем здесь вот здесь больше майонезная а это больше именно в продукт уходит она упругая если это воздушная и здесь больше может мазика этого сливочного то здесь ребята поиграли ровно со вкусом очень четко я такое поел я бы еще бутер съел с удовольствием это у нас сыр очек ну такой гладкий яркого аромата нет это конечно некий чит-код потому что я вообще люблю такую тематику италии вот на примере даже с травами прованскими да здесь у нас идет здесь во вкусе что сто процентов томаты вяленые да и вот это немножко может майорана здесь да а может базилика вот чет такого базилик есть офигенское сочетание ребята это очень вкусно причем при всем при том что это сыр творожный он такой немножко кислый должен быть понимаешь и здесь дополняется немного это все вот этой томатной кислинкой вяленых томатов и ты такой вау классное сочетание но если бы мне не сказали что здесь томат я подумал слишком кисло но так как я люблю это сочетание это понравится ли лишь тем людям кто любит такое вообще по идее что делаете берете творог или творог опять же или просто болванку творожного сыра мы делали многократно так закидываешь туда этих самых вяленых томатов туда свежего базилика крошишь или вот как мы делаем а волшебное зелье после которого все почему-то смеются и всем радостно и на следующий день никто не помнит что происходило вот и после этого всего перемешиваешь очень вкусная наматка намазка для на багете когда у тебя он на мангале шашлычок жарится чтобы все налупенились да как обычно наша стандартная с вами история очень вкусно мне понравилось давай не ты знаешь кажется у ребят сложилось впечатление что мы жарим один кусок мяса ну чисто для того чтобы угли сделать чисто для контента остальное все закуски 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 согласен ну давай посмотрим что у нас в данном сети это у нас буренка club сербский с томатом базиликом сливочный сыр молодцы но здесь может быть творог и не использовался может мне показалось окей а очень вкусно буренка club я вообще не знаю где я даже в душе не это купила честно я такой нигде не видел вот но объективно тебе ставлю сюда классно сейчас по ценам кстати будет интересно ты выбрали за что вначале не сделала вкусовил ну вкусил давайте спасибо огромное ладно я шучу прикалывать молодцы вкусил это риет из икры трески с камчатским крабом сказать по правде краба там кот наплакал йо карды бабаль мира торг ты меня называла мира торг только этого мало с копченым беконом но это типа знаете вот где-то в центре стоит здесь не потому что я не люблю мира торг потому что и говорю что вот многим это покажется объясню почему потому что это отдает сухариками с шашлыком либо с беконом есть сухарики вот именно вот это ощущение но мне так как я любитель этой химозы ребятки я вырос на сухариках емеля сыром как я не желтого цвета до сих пор я не знаю с тем самым куском шашлыка один который мы жарим да 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 скорее всего короче поставлю это сюда дай мне ознакомиться с ценниками блин мы книжечку свою забыли волшебную ну я я ну между на кого-то так давайте мы ринка пройдемся потому что у нас вот это еще раз в центре это прям вот может кому-то реально не понравится не топлю мира торг просто говорю свое мнение будьте аккуратны из того что сегодня из паштетов было это самая нормальная так сербский томат 105 рублей весьма вменяемый ценник 69 какая интересная циферка да да ребят не смотрите банши и будете такой же как будет фишка я риеты закрыт риски 100 грамм 156 рублей это вкусвилл мы платим за качество то что люди проверяют прежде чем поставить на полке то что где-то делать должны все я считаю прежде чем вы запускайте надо всем собраться вашей фокус-группы заводом попробуйте сделать закрытое голосование я бы делал так если мне был завод но опять же легко а зачем делать короче ладно а ты знаешь копил копил на завод потом херок бельяш купил и все ладно дальше президента президент дорогой президент 120 грамм 200 рублей денег стоит от на однозначно тело классно здорово вау кайма лама это у нас от 98 рублей мира торг интересно что там мира торг какие деньги с нас берет 130 грамм 115 рублей но нет лучше хамы вот честно лучше хамы не лучше чем главпродукт но хамы лучше поэтому чуть-чуть даже вот сюда влево он отодвигается у нас ух ни хрена себе 170 грамм трески с огурцом 127 рублей стоит ну вот может кто пробовал напишите может мы не очень неграмотные и слишком мало смотрим костью ивлева с его замечательными рецептами на канале пятница кабана кабана я посмотрел уже 100 грамм 165 рублей господа правда надо доделать вот надо объективно доделать его потому что очень пустенько егорьевский топить не хочу потому что знаю что у них есть другие вкусные но все же язык где-то все это брал он что-то очень дорого наташка я беру обычно это все подешевле вот такой видос получился обязательно поддержите нас если тема заходит если нет не поддерживайте пробиваем 15 к лайков лёшка дает задание натальку чтобы она сделала 12 давай 12 глазированных цирку я хочу все обозреть и чтобы закрыть эту тему потому что глазированные цирки уже и за и лопнули можно и больше да в общем дайте пойти если опять же тема того что вы сегодня видели вам интересно мы можем взять вторую часть потому что это далеко не все и так подозревают и взяла сегодня этот самая малая часть поэтому имейте ввиду все с вами был как всегда лёшка натурек была была до свидания ребята вот пойдем банши досматривать короче здесь ссылочки на канал на телегу ссылка как всегда в описании до вкусных встреч пока пока